Привет, юный моделист. Если ты в самом начале пути освоения радиоуправляемых моделей, то я помогу тебе быстро освоиться в этом увлекательном мире. Первое, что потребуется для постройки радиоуправляемой модели, это, конечно, аппаратура радиоуправления. Ее существует огромное многообразие, поэтому я расскажу тебе, как сделать правильный выбор. При помощи передатчика мы задаем команду, которую нам необходимо, чтобы модель выполнила, а приемник, позволяет принять радиосигнал от передатчика, расшифровать его и перенаправить на соответствующий канал. В настоящее время широкое распространение получила аппаратура с частотой радиосигнала 2400 МГц, такой же, как в линии Wi-Fi. Данной аппаратуры вполне достаточно для начинающего моделиста. Для управления моделью автомобиля или лодки применяется двухканальная аппаратура радиоуправления. Первый канал управляет газом для движения вперед-назад, второй для поворота влево или вправо. Для управления авиамоделью самолета или простого вертолета достаточно четырех каналов управления. Для пилотажных моделей вертолетов или самолетов со сложной механизацией крыла или моделей копий четырех каналов будет мало и потребуется хотя бы еще два канала. Для этих целей подойдет шестиканальная аппаратура радиоуправления. Еще необходимо знать то, что все исполнительные механизмы подключаются к приемнику. В приемнике нет силовых цепей, это мозг, который перенаправляет шим-сигнал к необходимому каналу. А для управления силовым двигателем потребуется еще электронный блок с силовыми ключами называемый регулятором, а для управления рулевыми колесами или рулем направления необходима уже рулевая машинка, это микромоторчик с редуктором, обладающий большим крутящим моментом. Шим-сигнал, широтно-импульсная модуляция, процесс управления мощностью, подводимый к нагрузке, путем изменения скважности импульсов, при постоянной частоте. Рулевая машинка, устройство преобразующее шим-сигнал в механическое действие, позволяет управлять дополнительными механизмами, поворачивать колесами, отклонять руль направления или элерон. Рулевые машинки бывают разных размеров и имеют разные технические характеристики, а именно крутящий момент и скорость поворота вала. Регулятор оборотов, устройство для управления оборотами электродвигателя, применяемое на радиоуправляемых моделях с электрической силовой установкой. Электронный регулятор хода позволяет плавно варьировать электрическую мощность, подаваемую на электродвигатель. В отличие от более простых резистивных регуляторов хода, в настоящее время практически не применяются в моделизме, которые управляли мощностью двигателя путем включения в цепь последовательно с мотором активной нагрузки, превращающей избыточную мощность в тепло, электронный регулятор хода обладает значительно более высоким КПД, не расходуя энергию аккумуляторной батареи на бесполезный нагрев. Современные регуляторы оборотов собраны на полевых транзисторах, мосфетах. Они обладают малым сопротивлением в отличие от обычных биполярных транзисторов и позволяют коммутировать большие токи. Также регулятор в электрической модели имеет еще одну задачу. Он обеспечивает приемник и сервы питанием. Данная функция называется БЭК. Итак, продолжим. Большинство моделей, будь то квадрокоптер, машина, катер, самолет или вертолет имеют в качестве главного двигателя электромотор. Современные электрические модели обладают великолепными мощностными характеристиками, и вполне могу конкурировать с ДВС и даже их превосходить. Остановимся поподробнее на основных видах электромоторах, которые встречаются в моделизме. Вообще электромотор, это устройство преобразующее электрическую энергию в механическую, в частности вращательную. Представим некую коробочку, к которой мы подаем электрический ток, а из коробочки торчит вал, который начинает вращаться при подаче тока. Итак, самый распространенный тип двигателей, это коллекторные. Это самый первый тип электромоторов, который появился в моделизме. На заре моделизма его применяли в качестве силового электромотора и в авиамоделях, но сейчас только в модулях катеров и машин. Отличительной особенностью данного двигателя является наличие щеточного узла, коллектора, который попеременно подает напряжение на обмотке электромагнитов, которые располагаются на роторе. Ротор, это вращающаяся часть электромотора. На статоре закреплены постоянные магниты, чаще применяются ферритовые магниты. Второй тип электромотора, это вентильный или как его чаще называют бесколлекторный. Данный тип электромоторов получил широкое распространение в моделизме будь то автомодель или авиамодель. Данный тип двигателя не имеет трущихся деталей, в нем нет коллектора. Роль коллектора выполняет электронный блок, регулятор оборотов. А сам двигатель имеет следующую конструкцию. Ротор, как мы помним, это вращающаяся часть, на которой установлен вал. Так вот в бесколлекторном двигателе на роторе закреплены постоянные магниты, а электромагниты расположены на статоре. Статор, это неподвижная часть электромотора. На статоре происходит круговое переключение электромагнитов, в результате чего создается бегающее магнитное поле, которое вовлекает за собой вращаться наш ротор с постоянными магнитами. Еще больше интересной информации про модельные электромоторы вы можете узнать, перейдя по ссылке появившейся вверху. Мой коллега Джок расскажет вам. Вывод. Коллекторный двигатель обладает намного большим крутящим моментом, чем бесколлекторный в режиме старта. Бесколлекторный имеет больший ресурс, который ограничивается только сроком службы подшипников. Коллекторный двигатель более дешевый. Коллекторный двигатель можно включить от источника постоянного тока, бесколлекторный нет. Для подключения бесколлекторного требуется регулятор оборотов и источник управляющего сигнала. При одинаковой мощности бесколлекторный электромотор легче коллекторного. Мы познакомились с основными узлами радиоуправляемой модели. Остался еще один, это аккумулятор. От правильно подобранного аккумулятора зависит время работы модели. Существует два вида аккумуляторов никелевые и литиевые. Никель-металлогидридные аккумуляторы чаще применяются на авто- и судомоделях. Они имеют два недостатка в сравнении с литиевыми аккумуляторами, большой вес и большой саморазряд. Литиевые аккумуляторы обладают великолепными характеристиками вес-мощность, благодаря чему электрические авиамодели получили возможность конкурировать с авиамоделями имеющими двигатель внутреннего сгорания. Важным параметром при выборе литиевого аккумулятора является ток разряда. Он обычно обозначается в С, данную величину умножаем на емкость аккумулятора и мы получаем максимальный ток, который аккумулятор может отдать без его повреждения. Также важной особенностью литиевых аккумуляторов является то, что их нельзя полностью разряжать. Минимальное напряжение на элементе должно быть 2,8 В. Если будет ниже, то аккумулятор испортится и зарядное устройство не увидит его. Больше информации про литиевые аккумуляторы вы можете узнать, перейдя по ссылочке вверху экрана. Итак, друзья, вы прослушали краткий курс ввода в моделизм. Теперь вы обладаете базой знаний, которая позволит вам начать строить радиоуправляемую модель. Моделист РС всегда с тобой и ты можешь обращаться к нам. С вами был Джонни, помните, вы всегда можете посмотреть интересные видосики радиоуправляемых моделей от Моделист РС на Ютуб-канале. До встречи, друзья!